Наш закладчик Михаил Игоревич Белешев, и он расскажет, судя по абстракту, очень интересных связях между банных и алгебрами и некоторыми вопросами физики. Пожалуйста, Михаил Игоревич, предоставляю вам слово. А где он? Ага, вот он. Спасибо, Алексей Юрьевич. Спасибо за приглашение. Давно рассчитывал на этот доклад. Наконец, он, слава Богу, состоялся. Ну и я очень надеюсь на то, что в дальнейшем удастся вот эту тематику развить и поддерживать контакт с вашим семинаром. Правда. Так, ну вот, начнем. Такое называется. Во вранжевых задачах на пенсионной физике. Ну вот, план такой. Значит, сначала я расскажу о большой задачах, с которой появились эти связи между обратными задачами и алгебрами. Как раз это так называемая задачами, как раз так помогающими. Это, собственно, гемография. Во втором пункте. Будет рассказывать, как раз так называемая задача. Вот наружу мы играть. Значит, это тоже групп задач, произносящихся обратным задачам. Ну, здесь вот и алгебра другие, и физика другая. Вот я попробую и про эти задачи тоже рассказать. Ну, конечно, третий пункт. Ну, это задача на графах. Задача на графах. Это наиболее содержательный локт. Ну, в том смысле, что алгебра, которая вот здесь возникает, и из того, что здесь вообще упоминается, это наиболее сложный и содержательный объект. Ну, и вот, что про него известно там, и как там что работает, вот я пытаюсь рассказать. План довольно напряженный. Что-то... Это план, в общем, в каком-то смысле повторяет мою кондиционную установочную лекцию, в которой я про эти связи с Алмой рассказывал. Но я как раз буду иметь возможность сэкономить на том, что... Семинары не надо объяснять все такое. Теоремия фанта, характера и так далее. Ну, я начну вот пока с порцией философии. Что такое брактная удача в математической физике? Что такое обратная задача в математической физике? Что это за деление на прямые и обратные задачи? Ну, в общем, на уровне общих слов это следующее. Есть система, экономическая, физическая, геометическая. И на эту систему можно оказывать вот какое-то поддействие. поддействие вот этого входа система как-то меняет свое состояние, понимаем, что там происходит, и имеются какие-то наблюдения над этой системой, которые традиционным выходом называются. и вот прямые задачи, это задача такого рода. Система известна, как она там устроена, что там внутри, какие параметры. Задается вот какое-то такое воздействие, и под этим воздействием система там вот приобретает какое-то состояние углу, которым отвечает вот прямая задача, это значит такая, про систему все известно, вот мы на нее воздействуем, и задаемся вопросом, как система на это реагирует, какие у нее там могут быть такие состояния. Такие задачи условно относятся к рынку. Обратная задача, это что? Значит, у вас такая, если какая-то система, она неизвестна, как устроена, что там нет внутри. Вот на нее опять оказывается какое-то воздействие. На гейфе совершаются какие-то наблюдения. Ну, вот эти наблюдения, они тоже определяются входом, например, F, между выход, и имеется вот соответствие, возникает соответствие между входом и выходом. И к обратным задачам относятся, к обратным задачам относятся вот такие постановки. F задано, вот это отображение тоже известно, надо восстановить вот устройство системы. Такие задачи относятся к обратным. Ну, в детский пример, вот берем офис, начинаем его похлопать, прикладывать к углу и пытаемся определить, что там внутри. Более содержательный пример это, например, геофизика. В геофизике имеется земля, внутри какого-то распределения там материала, полезных ископаемых. А чем занимается геофизика? Вот устраивается каждый взрыв на поверхности. Вот идут волны, они рассеют как-то взаимодействуют с этой внутренней структурой, что-то везет обратно, и вот на поверхности же вот измеряется, делаются какие-то наблюдения, и вот по вот этим вот наблюдениям требуется восстановить внутренность устройства. Вот такие задачи относятся к Абраму. Ну вот есть некие общие принципы. Я вот начну с того, что вот мне порцию философии выдам по поводу таких задач. Вообще говоря, вот вся эта терминология, вход-выход, система, состояние, вот она, есть такая наука под названием технологической теории системы. Теория системы. Вот она восходит на классику Каммена. И вот в этой теории есть такой тычность, что когда некий внешний наблюдатель пытается изучать систему с помощью отображения вход-выход, то единственное на что он может рассчитывать, внутренне для него недосягаемо в принципе. Он может только воздействовать на систему и снимать какие-то наблюдения. Одно даже задать нельзя. Вот в этой ситуации вообще в принципе все, на что может рассчитывать этот внешний наблюдатель, это вот что. Создание некоторых копий этой системы. такое, вот у этой копии тоже есть те самые входы, у нее есть какие-то выходы. Так вот, так вот, так вот, все, на что может рассчитывать внешний наблюдатель, это построить вот такую копию, таким образом, что вот эти два отображения они со словами. Ну вот, по ходу доклада вот это словечко копии, оно будет фигурировать постоянно, не оно существует дело, отвечает. Ну вот, в частности, вот в геофизике, например, что является конечным продуктом вот всяких этих наблюдений измерений. Ну, скажем, вот трехмерная картинка, вот земля, вот так, такое-то штепеление. Когда такую картинку, которая вот копирует оригинал, получают, ну, рапортует, что все дело сделано, что хотели, узнали. На большее рассчитывать нельзя. В каком-то смысле, то, что будет сейчас рассказываться, это создание копий некоторых систем, конкретных, причем, 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 вот как раз поставщиком вот таких вот копий будут алгебры, роль вот этих вот копий будет, будут исполнять спектры, некоторых алгебр. Ну, это вот такое объявление вперед, а сейчас мы перейдем к каким-то конкретным примерам. полочек первым примером это так называемый импеданс томография полочек. Ну, что такое полочка? Есть какая-то поле то есть форма, вот, выдуманная с кармой из металличной фольги, она напеконенькая, на ней есть ручки, форма сложная. Вот это вот проревка. Ну, вообще говорим, это не многообразие в генерных статусе ветох и же. Ну, внешний наблюдатель две и два граница, граница, граница. Внешний наблюдатель две и два и граница. И вот какие наблюдения продемок, вот какие эксперименты. прикладывают вот сюда какой-то потенциал F сейчас это будет формализовано. Сначала просто существует дело. Прикладывают какой-то потенциал F за счет этого потенциала приложенного внутри тоже находится какой-то потенциал F текут токи и вот ток через границу фиксируется вот таким прибором. Ну, вот возникает соответствие между вот этим вот приложим на границу потенциала током, который течет через границу. Вот это соответственно традиционно обозначается лямбда. Этот оператор вот сейчас он будет описан точно и задача импеданции томографии заключается в следующем. Вот располагаем вот таким измерениям вот этим оператором лямбда. вот надо восстановить форму оболочки не слезая с границей. Внешний лямбдах идем оперировать на границу. На границу он может делать все, что хочет, но так вот ему нельзя. Теперь формализация вот этой задачи. Вот этот самый наведенный потенциал это гармоничная фурса на вот этой оболочке. дельта это кралилокласс на где-то полочке в омега поточнее в омега или в гамма чтобы открытая была вот эта область и на границе вот подается вот тот самый потенциал гладкой функции на границе. Это хорошая литрическая задача она имеет решение УФ от Х это наведенный внутренний потенциал. Что мы наблюдали? Ну вот если это потенциал то прельгент потенциала по закону оба это токи а ток текущий через границу если приделать внешнюю нормаль ток текущий через границу это вот как раз нормальная составляющая градиента то есть мы производим по нормали вот это граница Плохо слышно стало Что? Плохо слышно сейчас Плохо слышно Плохо слышно? А Виноват Все-таки слышно Давайте продолжим А поближе вот сюда буду стараться Пожалуйста Вот Вот Так вот вот здесь и возникает соответствие между F и вот этими токами через границу и оператор который переделывает гладкие 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 функции на границе вот такие функции тоже на границе вот он и есть оператор вход-выход описывающий вот это отображение нам надо как-то нам надо как-то располагая вот этим оператором это просто оператор на границе у внешнего наблюдателя есть граница на которой кривая гомеоморфная окружность гладкая кривая гомеоморфная окружность Все на этой кривой есть гладкие функции и вот в этих гладких функциях действует оператор лямбда задача ставится так вот надо по надо по вот этому оператору лямбда установить вот эту картинку вот эту оболочку ну и опять-таки 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 вот надо как-то формализовать вот этот термин восстановить что имеется в виду ну вот после той философии насчет того что внутрь завязать нельзя вот единственное такое разумное понимание вот этого термина восстановить оно в следующем что нужно вот любе вот этот край на котором наблюдатель экспериментирует построить какую-то вот оболочку откуда-то ее взять предъявить построить которая бы на внешнее воздействие на этот лев откликалась бы ровно таким же самым способом другими словами построить копию вот этой вот оболочки эту копию после того как вот такое понимание устоялось договорились мы что понимается восстановление эту копию надо откуда-то брать откуда-то взять вот такой анонс наперед это копия на оболочке мы сейчас заведем некоторую алгебру а от омега это алгебра глаголомышной функции так вот выкажем не она сама а вот алгебра изметричная она будет иметь спектр дельфандов спектр множества характеров так вот из этого самого множества характеров мы собираем вот эту копию то есть алгебры являются поставляют вот эти копии это вот здесь в этой задаче и во всех остальных тоже ну вот это там будет дальше вот такая программа есть итератор лямбда и вот надо как-то вот эту копию соорудить ну вот приступаем вот всю погоду тут делает вот эта алгебра а конечно я сейчас обошел что это это головоморфные функции омега вида упустивая такие что у и в они вещественные неправильные урнега и связаны вот эти у и в условия каштейля на в равняется фи на у где ну вот кретент понимается смысле этой метрики оболочки подобрали там все есть фи это непрерывное поле непрерывное поле поворотов касательно пространства фи это линейный оператор который действует лучше сказать это семейство семейство линейных операторов каждый линейный оператор действует касательно в касательном пространстве действует в касательном пространстве причем он вот такой фи х со звездой это минус фи х для каждого линейного ну по простому говоря это вот в каждую точку получше касательно пространства и в этом касательно пространства этот оператор поворачивает на полу вектор лежащих на донастерном по-научному это называется вот это самое фи вот это поле таких вращений оно вызывается почти комплексная структура комплексная структура ну вот оболочка ей уснуждена этой структурой таким образом стало ясно что вот это такое и вот это то что называется алгеба головозной функции на полу это коммунитивная банковая алгебра и вещь которая принципиально для дальнейшего заключается в том что если взять ее в степь множество характера ну это что такое надо перейти в сопряженное пространство сопряженное пространство рассмотреть единичную свету с 1 и вот характеры мультипликативные функционалы вот этой алгебры вот они здесь чего-то на этой сфере образуют вот это множество характеров этой алгебры так вот принципиальная обстоятельность частью в том что вот это множество характеров снабжено адекватно дельфамбовой апологии оно гомеоносно само оболочек то есть вот эта алгебра она сама в себе таким вот образом содержит купюру этой оболочки но с точки зрения обратных задач и выразителей даже так сказать что эта алгебра она приходила в эту оболочку и если мы получим эту алгебру достанем эту алгебру в каком-то представлении мы перейдя к спектру в эту самую копию оболочки и заимеем вот вот такая программа вот теперь все г откуда брать копию алгебра и так далее и так далее давайте тут вот эти технические подробности сначала мы вот такой битридер давайте завезем алгебру на гамму есть алгебра следов следы головного функции границы когда сами эти функции подбирают в эту ситуацию это алгебра следов вот эта алгебра она изометрически изомерфна к самой аргументе почему ну потому что вот по принципу максимум модуля голоморфные функции достигают своего максимума границы раз так что вот алгебра снабженная супремой нормой вот эта норма при выходе на границу она сохраняется вот раз ну и кроме того понятное дело когда перемножаются функции перемножаются и следы в общем это вот эта алгебра следов она изометрически заморфна алгебре омега Михаил Игоревич извините пожалуйста можно вопрос уточняющий по поводу того из чего собственно состоит алгебра вот вы просто называете алгеброй голоморфных функций правильно ли я понимаю что имеется ввиду что эти функции голоморфны на омега и непрерывные вплоть до границы чтобы на банах была сейчас очень плохо слышно еще вопрос в том что алгебра называется функция голоморфная на омега и непрерывный вплоть до границы непрерывный понят спасибо спасибо вот так вот она просто изометричная изоморфная из-за высшезначных причин самой алгебра атомега а это значит что если я возьму вот найду спектр алгебра он он будет гонорфен спектр алгебра атомега вот так но вот этот спектр гонорфен гонорфен с атомега так что вот таким образом на границе имеется дикий алгебр вот такая алгебра которая все знает про атомегу про атомегу знает ее с точки гонорфен и вот из этого спектра мы сородим давайте его кинамина бедра с полной мы сородим копию копию вот копию вот этой самой оболочки за которую идет борьба в обратной задаче вот вот такие намерения ну а дальше сейчас надо показать такую вещь что это алгебра светов определяется вот этим выражением диалога что оператор наблюдатель который оперирует на границе располагает вот вот он может восстановить вот эту алгебру нисходя с границ на границ вот этого можно установить вот можно и как это делается вот давайте посмотрим локально вот на участок границы какой-то ну и заведем здесь вот на все границы заведем поле внешних норманий и поле касательных векторов гамма гамма как то выборное поле касательных векторов на гамма дальше вот давайте возьмем какой-то какой-то вход в источник управления называем какой-то источник решим вот эту задачу и построим соответствующую гармоническую функцию это гармоническая функция да гармоническая функция она может иметь ну вот сопряженная к ней функция это что такое это вот по определению 1 и f но сопряженная это где сама вот эта сопряженная она тоже некая гармоническая функция имеющая на границе свет так что вот вместо у f со звездой это тоже решение той же задачи это то что у ф со звездой ну таким образом если вот эта функция имеет сопряженную соответственно на ф на f а теперь давайте выйдем на границу точку и посмотрим как разрабатываем вот вот это условие кошель есть градиент f в этой точке этот градиент вот можно вложить по касательной и нормали вот и ну и посмотреть на эти компоненты смотрите как надо взять это равенство и сначала скалярный на вот эту внешнюю нормаль ну на f ну с одной стороны это ровно нормальная производная дни углев а стало где-то ровно лябда f слева что справа справа вот нормаль умножается на скалярном в этом касательном пространстве умножается на вот такой вот вектор повернутый вот этой самой фи а потом давайте перебросим фи вот сюда фи со звездой это минус фи на f а фи это поворот на 90 градусов и фи делает да виноват вот звезда стоит изменяющим вот а здесь звезды нету звезды нету так вот вот этот поворот обратный он из нормали сделает из нормали сделает вектор гамма это гамма на на лог f вот это скалярное произведение это производная вдоль границы вот этой гармоничной функции сама эта функция на границе это производная по касательному направлению по границе этой самой функции вот если составить начало и конец если составить начало и конец то получится вот такое вот связь между следом самой функции и следом запряженной функции дальше этот фокус проделывается в том же духе я подробно написать это не буду все это уважается скалярным на вектор гамма ну и вот проделать ровную эту же выкладку вот что оказывается получается минус равная с вот такая парочка равнина это что это в точках границы вот важный факт заключается в том что здесь вот этот оператор рианда эту систему полностью определяет ну кстати говоря это некоторый список бетонного системы сделать бетонную систему это очень понятно вот такое уравнение вот такая система получается давайте доведем эту бумагу там еще один шаг я сделаю следующее я здесь вот эту функцию тоже продефинирую по границе а чтобы ничего не изменилось проинтолирую границу ж это операцию взять первообразную вот так и в результате первое уравнение это слово что грамма f равняется грамма g грамма x звездой грамма x звездой а грамма x звездой это это грамма g в квадрате в квадрате ла d грамма f и того выяснили что след вот этот точнее говоря преиспод грамма по границе от f в таком уравнении в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате если функция уэф имеет сопряженного то тогда ее след на границе является вот входит в ядро в квадрате ну кстати говоря если оболочка была просто кругом то для аннажей это не как приоритет в круге ну вот одна из его версий поточнее сказать итак итак у наблюдателя появляется такая возможность ему дают какую-то функцию f на границе и спрашивают в этой функции есть сопряженная или нет в том самом смысле он берет эту функцию дифференцирует поставляется осмотрит если вот эта равенство состоялось то наша функция f с звездой во-первых существует а во-вторых вот ее можно найти из второго уровня то есть это означает что или нет его театра в кодексе святых если бы возьмем такую функцию и залог между границами то это и плюс и ну и стало быть оператор имея возможность отбирать эти пределы им соответствующие f со звездой вот этот наблюдатель он получает возможность приблить в кодексе его распоряжение вот это вот кстати говоря этот оператор вот с ним еще одна интересная вещь происходит если почитать размерность размерность его за единицы плюс квадратия то это размерность вот она в общем это единство или характеристики оболочки вот такая вещь тоже выводится достаточно элементарно в таком духе то есть вот это реформативная вещь во-первых сразу можно оболочки определять трейлеровых терисип сразу полярные определять трейлеровых терисип а кроме того составлять вот эту самую алгоритму а ну вот теперь такое резюме что делать внешний дезин в котором надо эту оболочку от пола достать взять оболочку оболочку не можем но копию соорудить может вот как давайте в верхней строчке происходит в омега ну и в омега есть что в омега есть алгебра от омега есть спектр который берем оболочку самой оболочки самой оболочки оболочки есть на гамме на границе вот здесь внешний наблюдатель и в его распоряжении оператор ямда показано что что оператор ямда определяет а гамму наблюдатель в верхней строчке не видит все внутри а вот здесь он чего-то там понемножку сооружает так вот первый шаг вот этим вот фокусом с кошельным наблюдатель отдирает цветы эрган голодов создает алгебру ну и замечательным образом эта алгебра изометрически изоморфна вот этой она ее копия значит если мы возьмем алгебру если мы возьмем вот и перейдем к эльфандовому спектру этой алгебры ну мы получим некоторое вот топологическое пространство которое просто вот если алгебры изометрические изоморфны спектры каноническим образом гомеоморфны вот вот этот самый вот этот самый спектр будет гомеоморфной копией амеда вот существенно с точки зрения обратной задачи это все понятно понятно что эта копия вот наконец появилась но вообще говоря для полного решения задачи нужно еще немножко с этой копией поработать что имеется в виду имеется в виду что это кто это топологическое пространство которое топологическое пространство которое живет вот в сопряженном пространстве нужна оболочка с тем же самым краем гамма еще оснащенной метрикой вот нужно еще метрику приделать так чтобы это тоже было двумерное многообразие с каким-то оператором лямы с волной который просто по построению совпадет с лямой то есть вот с экспериментом надо еще поработать но это уже все таки в каком-то смысле технически не так как вот в этом топологическом пространстве распознать границу функционала это мультикативный функционал а как вот распознать границу подклеить ее границы границы оболочки вот соображения какие здесь надо использовать преобразование дельфана и на этом спектре показать вот на этом спектре так сказать визуализировать визуализировать вот эти голомерфные функции которые живут вот здесь и вот на этом спектре можно увидеть просто приведя преобразование дельфана соответствующие ну а дальше вот границы это границы шилова вот этой алгебры границы шилова во спектре таким образом вот здесь вектор гамма сломой который подшивается к исходной границе гамма надо еще и метрику завести метрика даже так гладкую структуру потому что топологическое пространство надо еще и гладкую структуру вот если здесь использовать преобразование гельфарда элементов вот этой алгебры то на этом спектре мы увидим фактически аналитическое продолжение функции внутренней области и из вещественных элементов частей вот этой функции можем сооружать локальные координаты и показывается в этих локальных координатах можно записав локальных координатах уравнение классов и выбирая достаточно много этих пунктов можно например вот из этого уравнения и таким образом итогом работы у нас была эта оболочка нам невидимая а вот мы построили ее копию которая имеет тот же край и построение обладает таким же соответственно копию вот все таким образом главный фрагмент всей этой процедуры и затеи заключается в том что строится копия оригинала вот этой невидимой недоступной наблюдателе оболочки и строится она как из спектра некоторой комендативной алгебры вот дальше это наблюдения давние а сейчас есть это же разрабатывалось сейчас усилиями моего молодого соратника Дмитрия Корикова сейчас вот эта технология перенесена ну например все замечательно работает но давайте представим себе что внешнему наблюдателю подсунули оболочку что который лист мебиуса границы листа мебиуса это просто кривая гамяно-тихиоморфной оконфусти ему дали этот оператор потому что эти наблюдения можно выполнять ориентируем оболочки нет неважно они остаются в силе так вот если мы подсунули весь мебиус да еще и оказывается дырками то спрашивается может ли внешне наблюдатель все это дело восстановить в том же самом смысле принципиально препятствием которое недавно где-то в течение года последнего преодолевод принципиально препятствие состоит в том что на неориентированном многообразии неориентированной оболочке например на бюкл там нет алгебра просто в принципе нет почему потому что там заведешь поле поле поворотов которое определяет ну так вот спрашивается вопрос первый может ли наблюдатель распознать эту ситуацию по оператору лямб а если может распознать что потом дальше делать чтобы восстанавливать оболочку вот ответ положительный да по оператору лямб ну грубо говоря вот неориентированность эквивалентно к при при перевязанности ядра оператору лямб если лямб неориентирован то у этого оператора только в ядре а если ориентирован будет очень богатой как раз эту самую ядру и кроме того ну хорошо понял что по сути не нервится так что делать ну вот листами у этого значит есть двуисто накрывающие цилиндры так вот оказывается по лямбе можно установить определить вот лямбе на двуисто накрывающие а на накрывающей уже есть самая ну и дальше проведя эту схему можно установить накрывающие пуститься вниз и установить лямбе больше того в листе уже сделан критерий 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 описание этих операторов лямбе необходимый достаточно условно оператор который действует цель при котором этот оператор является чьим-то оператором оператором необходимый соответствующий оператор который имеет вход выход отображения совпадающий с экспертами большая довольно большая работа на с сделано я к тому что вот эта технология сооружать копии из спектра она успешно работает с ну теперь с первого пункта все начали второго пункта первые первые вот эти задачи первого пункта они относятся к комбинации домографии обратные задачи связаны с эллиптическими сравнениями вот кстати говоря такую задачу можно ставить в любой размерности вот начиная с размера С3 задача вот этот стоит как скала размер С3 аналог он довольно затейливый кроме того функции которые в адекватном смысле там аналог не по результату и эта задача в общем это супер задача для тех кто занимается обратной задачей восстановлением приобразия эта задача не решена и сильно не решена отщипывать маленькие кусочки предположение о том предположение что у нас опять эта самая оболочка только она выполнена из упругого материала тоненькая двумерная выполнена из упругого материала если по границе то начнут расходиться упругие волны по этой оболочке и эти волны они двигаются с конечной скоростью по этой оболочке они достигают структуры как с ней взаимодействовать и аналог этого оператора уже в задаче динамической со временем есть аналог этого оператора и опять у переднешнего питателя стоит задача по таким простукиванием это ближе к тому что арбуз подщелок в эту эпоху приклад вот таким простукиванием восстановить оболочку опять-таки не сходя от границы это второй тип задач в первом случае инструмент зомбирования оболочки в этом случае это круги волны которые отстраняются с конечной скоростью понемножечку захватывая эту самую оболочку вот так вот ну вперед забегая вперед вот у нас все делало вот все делало вот это точнее говоря это тоже усматривается алгебра это уже операторная она на самом деле еще подробности она на самом деле это просто столярный ц омега но множество неправильных функций на вот этой оболочке с супремой нормы своей там с и таким образом опять подловив не саму алгебру это внутри построив ее копию копию этой алгебры и мы получим оригинал а кто снабжается метрикой структуры и таким образом решает задач вот вот так причем пока я добавлю что в этом то случае информация наблюдения побольше сейчас это будет ясно при формализации поставим формальную задачу в этом то случае эта машинерия вся она работает в любой размерности в любой размерности в отличие от импедансного случая ну хорошо вот прошло вот этот самый пункт 2 а теперь перейдем к точной нормализации опять таки у нас есть сектора ринзова многообразия в беже границы граммы вот здесь топология уже может быть любой ориентирован не ручки не ручки в общем для задач динамической это как раз безразлично и с этим объектом с этим многообразием связывается динамическая система вот на граница на границе задается на границе ну физический смысл наглядный в чем мы предположим что мы опять в данном случае у нас есть мембрана вот такой затеянной формы с ручками ну и у нас есть возможность трясти это некоторая функция боковой поверхности пространственного цилиндра вот эта функция позадается ну вот сначала мембрана была в покое допускается источник и он гонит по границе волны понемножку понемножку эти волны захватывают вот эту мембрану но все это это эволюционная задача со временем волны устраняются с единичной скоростью вот так то есть F это режим колебаний границы и вот это то что в этой динамичной системе вот идентифицируется по входу теперь что по выходу вот это хорошая технологическая задача у меня есть решение VF X X это точка дн это можно взять опять взять производную нормальную вот это решение и суть на руководстве и тем самым возникает такое совместное резерв получается вот такой вот это тоже вещь имеющая механический смысл усилий возникающих на краю убраны ну и вот давайте опять есть соответствие выход и его надо использовать для можно использовать для того чтобы из из этого я как извлечь копию этого многообразия оригинал невозможно оригинал недостижим а вот копию надо соорудить ну в каком-то смысле на тот манер как это было сделано вот ну вот это делается я попробую так это крупные мозгами хотя бы что-то пояснить здесь опять есть матфинника в общем пропаганча тут использовали дуберматических уравнений но вот на системном уровне вот такая динамическая система она оснащается стандартными ну во-первых заводится пространство вот этих вот управлений вот здесь вот эти источники у нас ограничено вот вот источников входов этого пространства это вот 2 2 2 2 2 2 2 это входы а состояние системы это функция забирания в каждом обиде времени в каждом обиде времени это функция профиль волны волны какой-то свой и вот он интерпретируется как состояние системы пространство а состояние внутреннее пространство системы это пространство так что Омега это Реонного многообразия там есть аналитический объем и понятно что такое Н2 что заводится отображение как казалось оперативного управления которое из входов делает состояние оператор из этого Гильбертова действует и действует так он берет вход и делает из него волну для удобства отнесенных в финальном моменте и это финальное время когда все прекращается останавливается вот этот оператор действует отсюда вот это главные элементы вот системные точки зрения вот этой динамической системы дальше дальше мы повторяем сердечную детализацию давай теперь говорим что вот этот мембран что у нас будет возможность вот эти источники тряски вот как-то организовать а пусть у нас есть какое-то откуда подможение границы и предположим что у нас есть возможность сажать источники только на вот это это вот сим ну соответственно с этим в этом F имеется целая площадь пространства которые отвечают в ходу действующего сима формально формализируется вот так это ТФ из большого пространства какого-то носителя вот этих F он делал по всему щеной на вот так вот предположим что предположим что у нас есть возможность вот эти источники как-то по границе передвигать поделять всевозможные образы вот тогда вот эти вот источники вот такие такие специальные локальцевые источники они будут образовывать некоторое множество волны и вот это множество волны это все волны которые можно получить если мы вот трясем только вот кусочек кусочек границы а эту силу вот у нас есть возможность как-то там перемещать это достиженное множество вот вот эти источники вот если его замкнуть то вообще границы заплата и вот и вот и и и это пространство х а стало быть есть ортогональные проекторы которые проектируют стаж достиженное множество еще раз достиженное множество это те волны те состояния которые можно получить оперировать источник на сигму а эти сигму можно выбирать по-разному дальше заводится так называемый заводится так называемый оператор авиаканал все это все вот все эти определения они отнесены к финальным моментом но с таким же успехом их можно все эти определения обвести какому-то промежуточному моменту S который до 0 до T и в частности завести достиженное множество S и соответствующие проекторы P S это все волны которые можно натрясти если трясти S секунд остановить вот остановить процессор в момент времени T равное S можно варьировать от 0 до T большого и таким образом набирать промежуточные достиженные и в соответствии некоторые проекторы автогональные проекторы а из проекторов можно соорудить такой оператор T7 T T T который по определению используется это интеграл T проект предназначной перед стандартный интеграл S на D S S7 это кто это ограниченный самосприженный оператор между ограниченный самосприженный оператор в пространстве ограниченный оператор на вот этой вот и таких операторов мы можем набрать много а потом на них который называется а канал да вот такие операторы называются игроками ну в честь чего в честь того что если поразбираться если поразбираться то эти операторы они очень просто действуют появляются они в результате долгих разговоров их действие сводится в следующем такой оператор c sigma d берем такую функцию от точки x оставим это функция которая на многообразии это оператор на нее подействует и сделать из нее что оказывается это расстояние от x до sigma y от x то есть вот эти операторы каналы на самом деле просто умножают на расстояние это это традиции ну за всем у них стоит некие фундаментальные результаты кипербаллического сравнения это конечно где-то так потому что эти операторы они в честь этого они называются каналами они решают равновесные корни там вот ну хорошо вот есть то вот есть все есть вот эти каналы да и есть вот алгебра это вот замыкание замыкание ну это в общем минимальный замок алгебра натянутая на все вот когда сима бегает по границам взять собрать все эти каналы в кучу натянут на них а вот отозволься некоторая оказывается что вот эти каналы это тоже изморфизики что они коммутируют все между собой так что это и можем поставить вопрос о том вот эта самая алгебра вот такие банки алгебра какое отношение она имеет к многоображению оказывается самая непосредственная если взять спектр этой алгебры то мы опять это получим как мы получим монет вот это обстоятельство как раз является решающим и обыгрывается оно так обыгрывается оно так если вернуться если вернуться к этой театрами вот припомнили есть такое полярное разложение на на фазовую модуль и модуль для модуль это по определению положительной поле есть на 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 этот оператор на вот этой диаграмме он действует вот так в пространстве f мы допущем выразитель если вы еще одни копия возьмем вот этот модуль будет вот сюда дальше дальше следующее оказывается что оператив грубо говоря с некоторыми аналогами определяет вот этот оператор во внешнем пространстве там как раз где действует где интригует внешний наблюдатель так вот вот эти множества эти проектов они создаются оператором в его распоряжении при этом он вот в этом модельном пространстве набирает вот эти самые достижимые множества не сами и сами вот здесь но их копии через вот этот самый фазер оператор вот отсюда с если есть копии пространства пространства есть копии проектов а если есть копии проектов то можно сооружать копии каналов с это интеграл виталя t x d x 7 а если есть изометрические копии канатов можно набрать копию уже аналоги канатов копия эта копия просто построение изометрические заморженные которые внутри которые наблюдатели это копия просто изометрические копии а куля так то мы возьмем спектр этот спектр экономический геморфинг спектру вот этой внутренней алгебры которая внутри а тот геморфинг омега и таким образом геморфинг должна пропустить некоторую амегу спектр вот этой алгебры и эта амега просто по построению так как она возникла она будет домиоборжен вот этому невидимому многоборезу ну а дальше вот опять надо с этой копией поработать оснастить метрикой оснастить ее оснастить ее ну гладкой структурой метрикой все это делается в нашем распоряжении не только сам спектр но и волны в этом спектре как преобразование это очень богатая волновая картина определяет все и метрику и локальные координаты все что угодно вот вот то есть то есть если вот только что произошло мы имеем дело с другим типом задач с физической точки зрения эти задачи очень разные это задачи стационарные здесь все делают а это задачи динамические со временем вот здесь метрболические системы и так далее и так далее это очень разные задачи но оказывается вот родников то что ну при решении обраганных задач при соответствующих обраганных задач вот всю погоду делают в докладной аудитории которые которые извлекаются из из наблюдений больше того вот эта задача обратная она решена для гораздо более трудно и содержательных случаев когда вот это тренирование оно прозванивается не с коленами а электроматизией и между этой системой наводится уравнение масла уравнение масла а у системы масла тоже есть атрибуты она гораздо сложнее во всех украшениях и богаче по свойствам но у нее есть те же атрибуты вход выход в умное состояние и так далее и так далее и интересно вот что там тоже можно завести эти электромагнитные каналы эти электромагнитные каналы ТАУ-СИГМА 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 украшениях получаются некоммутативные но к счастью она слабо некоммутативные там в авторизации по компактным операторам где-то опять с коммутативными которые в свою очередь вот изимитетические заморки социальной мере то есть от этой некоммутативности вот задержан удается вот задача избавиться ну это это задача это тоже если у вас какая-то черная а вы зондируете поставили здесь и зондируете ее волнами наблюдаете рассеянные волны и как-то 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 вы должны вот эту внутреннюю структуру временную структуру из вот этих наблюдений вот смысл ну и вот я рассказал что она решается тем же самым планером с таким вот осложнением что естественным образом ложникающая аудиополиканалов она некоммутативная но от этой некоммутативности удается избавиться за счет факторизации простой факторизации аудиополиканалов и наконец 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 вот третий пункт нашей программы задачи на графах вот вообще надо сказать что задача на графах но задача на графах нельзя есть после того мы вот набрались такого вот ну и как-то ожидали что ну не то что легкая отравовка будет но с этой задачей совпадать не тут то было что это за задачи на графах вот есть у нас граф уже там это совершенно обязательно там звезда и что-то вроде получили есть хранические решения гамма 1 гамма 2 и так далее гамма сколь сколь граф состоит из таких упругих ребер которые тоже могут распространяться тоже могут распространяться колебания среднейшей скорости вы вот задача паука есть паук и вот он тестирует свою паутиру у вас может подергаться в какой-то конец этого графа взбудить волну которая пойдет внутрь она тут начнет дробиться отражаться перераспределяться растекаться немножко по всему графу с конечной скоростью с конечной скоростью вот ну а задача по этим что-то несет обратно на границе фиксируется и его задача ну грубо говоря протестировать паутиру все ли там в порядке не порвалось ни что а более точно восстановить структуру паутиру опять-таки по этим вот ограниченным скрином с скрином с у с здесь есть нулевые данные до паутиру м джин м м гранично Ну и вот тоже паук как-то прикладывает какой-то режим колебания на границу, когда он крестит Т. И вот порождает зеленый УФ от 4 и 3 градуса. Но он вот с границы не сходит, и по вот этим вот такими наблюдениями, он хочет восстановить вот эту структуру. Вот, так вот, ну побуждение было какое, так сказать, стартовая гипотеза, что давайте в точности на тот манер заведем вот это самое достижимое множество, состоящее из двух манерных. По этому достижимое множество. Определим проекторы, вот здесь V2, манерка V2, манерка V2, и благополучно увидим, чтобы у тебя все получило. Вот такие были, значит, романтические надежды. Вот не только было. Сразу обнаружилось, что да, всех, кто может завести это, грубо говоря, в любой динамической системе, объекты, они очень общего характера, они в любой динамической системе есть, но здесь вот эти эй-каналы, отвечающие разными решениями, они, конечно, можно вытянуть аутбру, тут самую аутбру эй-каналов. Вот, но штука в том, что здесь вот эти эй-каналы, отвечающие разными решениями, они неистремимо, некоммунитативны. То есть это вот некоторая цесово-звездная алгебра, порожденная вот этими самыми сопряженными эйканалами, их у нас столько, сколько, например, вершин у графа, но эта алгебра, эта цесово-звездная алгебра, некоммунитативна со всеми вытекающиеся впоследствии. Ну и вот, в общем, дальше началась довольно большая репетельная работа. Все-таки можно или же алгебра хоть что-то извлечь? Ну вот, на текущий момент работа не закончена, много открытых вопросов, но удалось в самом общем виде, когда этот граф, призвольный компактный граф с конечным числом века, удалось выяснить, как устроить спектр вот этапового. И там вот вообще интересный эффект. Грубо говоря, вот спектр вот этапового, он устроен так вот, состоит из интервалов. Да, сама алгебра, заинтерески, заодно вот сумма вот таких вот алгебр, со скотчками АК, 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 АК. Вот так вот матрицы, КПК, АКС, сумма ПК, какой-то такой вот элем. Где, что вот это вот такое? Значит, это алгебры непрерывных матрично-снашной функции, матрица вот такого вот размера, матрица вот такого размера, а точка означает, что на границе, на границе вот эти вот матрично-снашные функции, они могут не покрывать всего ВМ, а, ну, грубо говоря, если что-то матрица, и АК, и АК, и АК, и АК, то при выходе на конец, значит, вот эти алгебры, они вот распадаются, какие-то блоки приводятся, и каждого блока отвечают свое неприводимое представление. Какая-то своя точка спектра. На одном конце и на другом конце. И вот эти вот неприводимые представления, часть спектра, они оказываются неотделимы, вот, естественно, топология. На спектре есть вот эта топология стандартная. Господи, как его, как его, Топология, которая определяется через замыкание, через замыкание по Куратовскому, и вот Джекобсона. Ну, это спектр, под спектром вы что понимаете здесь? Это не характер, это уже неприводимое представление, да? Джекобсона. 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 Ну, все. Со сведом продолжаем. И вот эти вот состояния, включающиеся к ним блоком, концевые, они в топологии Джекобсона, они неразделимы. это то, что мы называем кластерами. Вот здесь это все С с изначением ВК, а вот на конце, и, значит, каждая точка интервала отвечает неприводимому представлению, а на концах вот, ну, вот, пустякать вот эти самые неразделимые, неразделимые представления. И вот именно их мы называем кластерами. Ну, и вот на текущий момент есть такая гипотеза, что вот эти кластеры они включают к каким-то уровням повершениям графа. Вот эти. Ну, например, это просматривается, и пока гипотеза держится, но в общем виде для произвольного графа это не доказано. Ну, и вот вообще с этого точка, такие концовые эффекты здесь возможны, а все алгебры это вот сумма вот таких вот таких вот все алгебры, изометрические, изоморфы, вот такой вот сумме таких каноничных алгебр. То есть, если вот вспомнить Николая Борисовича, по-моему, Васильева, который первый, по-моему, расплатывал вот вещей, вот эти самые, цессовые алгебры, у которых, конечно, мерные представления, но разных размерностей. Вот это вот ровно то, что там Васильев первым и завел. Здесь вот это имеет место быть. Ну, вот достижение является в том, что вот этот результат, он получен в Тесно-Садовичестве с моим аспирантом Сашей и во многом говоря, его усилием, он получен для произвольного метрического графа. Вот произвольный метрический граф это адский сложный объект. Как представить, что палочек всяких там циклов, решим может быть сколько угодно, лишь бы конечно же скоро. И просто представьте вот этот волновой процесс, который мы хотим как-то там формализовать и как-то с ничего выяснять. Как вот эти волны разбираются по этой сложной структуре, переплетаются, взаимодействуют, отражаются от кольцов, это жутко сложный объект. Но тем не менее в самом общем случае для такого графа это вот установить структуру этого канала, вот описать спектр, ну и спрашивается вот гипотеза насчет того, что как раз спектр нам граф выдаст, она работает? Ну пока в полной мере нет, но там например, если стартовать с графа простой структуры, просто треть-лучевую сместу взять и дождаться времени когда волны вот эти волны от одной вершины от другой вот они зацепятся, то тогда спектр окажется устроен как-то грубо говоря как-то так. Надо взять какие-то два участка, еще два участка, а здесь склеить в три и вот сюда придел кластер двойной, кстати, не тройной, а двойной. То есть спектр там естественным образом координатизируется на самом деле и можно рисовать спектр, можно рисовать вот такие картинки. Саша, кстати говоря, программа из графа не очень сложных, там номер пять, такие картинки рисовать, но все говорит за то, что конечно вот эти картинки они коррелируются структурой графа должны, но как именно это открытый вопрос, потому что травмливает на самом деле вот такое вот например есть вот у нас есть еще одна непотеза, точнее говоря, непотеза вопросом, чем дерево в неправильном смысле отличается от графа с циклами, можно можно детектировать в ангебре, по ангебре в ангебре, в ангебраических терминах описать присутствие циклов в графе, количество этих циклов, что-то в этом роде, гипотеза у нас такая, что все-таки вот эти кластеры, как я уже сказал, включают внутренние вершины, а с циклами пока совершенно непонятно, потому что возможности численного экспериментирования, чтобы там какого-то опыта набраться, они весьма ограничены, если вот у вас даже простейший граф, а время такое, что волны дошли до вершины и как-то вот там поразвимодействовали, там, в общем, через какое-то начало в процессе эволюции контролируется, но когда там достаточно большое время возьмешь, вот, скажем, вершины уже зацепляются через волны, то там ну, через какое-то время начинают оперировать с матрицами 28 на 28 и там уже мало что видно. Так вот, ну вот, я к тому, что все-таки пользуюсь вот тем, что семинар как раз профессионально-нарический и там ЦЭС возглавливает во всю ходу, вот я так имею привлечь внимание именно к этой алгебре, потому что это очень достойный объект отдельного изучения, это очень сложный содержательный объект, и вот некий триумф всей алгебрической идеологии произойдет, ежели мы сумеем снижать алгебрические варианты алгебра и каналов с геометрическими вариантами графа. Вот, но я закругляюсь, и значит, вот конец, в порядке основа рекламы, вот скажу, что наша работа с Сашей Луновым, она принята уже в известии, она будет только в следующем году, большая работа, там, под 50 страниц, но вот это именно работа про аутбро и канал азнография, она доступна, есть препринт, препринт они этот препринт находится вот здесь значит www.vpdv.as.ru Где он этот препринт? Сейчас, секунду, вот там эта работа есть, там два препринта один И второе, такое иллюстративное, когда все вот эти, вот это приведение к экономической форме, вопроса спектра, все это вот досконально просматривается на простом графе. Это вот отдельно при приеме Саши Капуна, он там же находится. Это нынешний год, 20-20. Ну все, спасибо за внимание, я закончил. Ну вопросы? Так, услышать вы, что говорят. Да, тут слышимость была не очень хорошая, но старались, так сказать. Ясно, но вопросов вроде бы пока нет. Ну, если можно, у меня вопрос по поводу алгебр, который вы упоминали вскользь, когда говорили про Максвелла и тому подобное. То есть вот про алгебры, которые коммутативны по моду компактных операторов. Вот это же вещи, в общем, такие довольно известные. Сразу возникают ассоциации с теорией Брауна, Дуглса и Филмора. Про решение это со звездочкой алгебр, там про группу решений для данного топологического пространства. В общем, весьма такая глубокая и продвинутая теория. Вот я, собственно, хотел спросить, предпринимались ли попытки взглянуть на появляющиеся у вас алгебры с этой точки зрения? Сейчас, предпринимались ли попытки чего? Взглянуть на алгебры, которые появляются в ваших исследованиях, связанных с уравнением Максвелла, взглянуть на них с точки зрения теории расширения Брауна, Дуглса и Филмора. Вот это и BDF теория, да. Потому что как раз, когда что-то коммутативно по модуле компактных операторов, сразу возникают такие невольные ассоциации. Может быть, это ложные ассоциации, но вот у меня почему-то сразу вспоминается такая возможная связь. Ну, да. Вы задали какой-то вопрос. Тут дело в том, что слышал не очень. Давайте, может быть, я лучше имейлом напишу, ладно? Потому что, видимо, слышимость плохая, и вы меня не очень слышите, и я вас не очень слышу. Давайте просто я по электронной почте вам напишу, и тогда уже более детально сможем обсудить. Да, а семинару хотелось бы получить действительно вот эти ссылки. которые вы в конце упомянули. Потому что это очень интересно и увлекательно, то, что вы рассказывали. Ну, вот. Ну, и хотелось бы, конечно, поподробнее с этим познакомиться. Еще я хотел бы отметить очень, так сказать, высокий уровень презентации. Вот, знаете, этот человек четко и внятно рассказывал. Вот, единственное, вот, связь была, к сожалению, не идеальная. Вот, это уже касается техники. Но все равно мы старались. Ну, значит, поблагодарим нашего докладчика за очень действительно интересный и увлекательный, я бы даже сказал, доклад. Ну, в следующий раз у нас Олег Юрьевич продолжает, вот, Арестов, или улучшает, как это лучше сказать. Вот, у него тут новые мысли появились, а у него бывают интересные мысли, поэтому мы их с удовольствием послушаем. Ну, дальше, значит, наверное, будет перерыв, да, в связи с праздниками какими-то, ну, а потом тоже мы ждем довольно интересных докладов, но это будет в свое время сказано. Ну, а пока вот еще раз спасибо, значит, ну, и на этом мы сегодня закончим. Значит, выходим. Спасибо. Спасибо.